Уход, хранение и чистка ювелирных украшений. Ювелирные украшения заслуживают особого внимания и особой заботы. Поэтому для того, чтобы не приходилось потом их ремонтировать, нужно правильно их носить и правильно их хранить. Итак, когда мы носим ювелирные украшения, например, с жемчугом, мы не пользуемся парфюмом поверх. То есть, либо мы сначала наносим парфюм и потом надеваем ювелирные украшения. Так как, допустим, в случае с жемчугом, жемчуг быстрее начинает стареть. В случае изумруда, например, спирт также негативно влияет на сам камень. Поэтому важное правило не использовать парфюм и различные спиртовые аэрозоли. Второй момент. В случае с рядом камней, например, с топазами, с изумрудами, с цирконами, нежелательно носить эти камни под ярким солнцем. Дело в том, что большинство изумрудов промаслены. И при активном солнечном свете, при нагревании, это масло начинает вытекать, обнажая внутренние трещины. В случае, например, с топазом или с цирконами, то часто при таком сильном освещении камни начинают как бы выгорать. Они теряют свой цвет, либо начинают его немного видоизменять. Следующий момент. Безусловно, нужно снимать все ювелирные украшения перед тем, как вы идете в душ или производите уборку. Потому что различные реагенты, попадая на металл, попадая на камни, на ювелирные украшения, они его серьезно загрязняют. И в последующем камень будет просто-напросто мутный, грязный и потеряет полностью свой блеск. Следующий момент. Ювелирные изделия произведены из драгоценных металлов. А драгоценные металлы очень мягкие. Поэтому даже при малейшем физическом воздействии на украшениях могут образовываться царапины. А при серьезных каких-то физических искажениях украшениях может в целом потерять форму. Так, например, мы сталкивались с ситуацией, что девочки, которые носят ювелирные украшения в спортивный зал, форма их колец уже не круглая, а овальная. И не так было бы это страшно, например, в случае, если бы там был один центровой камень. Как неприятно эта ситуация в случае, например, если камни идут по окружности. Потому что при искажении формы кольца часто бывает, что искажается посадочное место под камень. И камень может просто-напросто выпасть и потеряться. Принять ювелирные изделия нужно в специализированных ювелирных боксах. Причем, запомните, под каждое ювелирное изделие должна быть отдельная своя ячейка. Если несколько ювелирных украшений будут находиться в одной ячейке, они будут соприкасаться друг с другом. И неизбежно сколы на камнях, а также царапины на золоте. Как же чистить ювелирные изделия? Существует много мнений о том, что можно достаточно хорошо и качественно почистить ювелирные украшения в домашних условиях. Например, промыть проточной водой или изначально обработать мыльным раствором и в дальнейшем промыть водой или нашатырным спиртом. Но все эти домашние методы чистки, конечно, не сравнятся с профессиональной чисткой, которую вы сможете осуществить совершенно за небольшие деньги в профессиональной ювелирной мастерской, которая имеет хорошее оборудование. И который, очень важный момент, знает, как обращаться с теми или иными камнями. Потому что, если вы придете к незнающему ювелиру, например, с кольцом, с изумрудом, и этот ювелир попытается почистить ваше кольцо в ультрасонике, то масло, заполняющее изумруд, вытечет, и ваш изумруд будет похож скорее на скелет, нежели на красивый, сочный, качественный изумруд. Чистку ювелирных изделий вы можете произвести также и в нашей ювелирной мастерской, если вы, например, находитесь в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Как часто нужно производить профессиональную ювелирную чистку? Все зависит от того, насколько часто вы носите то или иное украшение. Если кольца вы носите ежедневно, то я рекомендую производить профессиональную ювелирную чистку хотя бы один раз в год. Причем в случае действительно профессиональной, качественной чистки изделия, мастер обязательно просмотрит также и закрепку ваших камней. И в случае, если какой-то камень начал шататься, он подтянет крапана. А также, если, например, родиевое покрытие на вашем изделии поцарапалось, либо частично потерлось, это родиевое покрытие можно снова воспроизвести. Это также обычно входит в профессиональную чистку ювелирного украшения. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова